В ближайшее время в столице и других крупных городах Таджикистана будут установлены видеокамеры, способные распознавать лица. Об этом сообщает радио ЗАДИ со ссылкой на заместителя руководителя центра Шахри-Бехатар, безопасный город Фурката Шуимардонова. По словам Шаймардонова, новые видеокамеры производства китайской компании Huawei будут установлены во всех крупных городах страны, в местах большого скопления людей, в аэропортах, на вокзалах, в торговых центрах, на рынках. Следует напомнить, что система «Безопасный город» была запущена в Душанбе осенью 2013 года. Тогда в Душанбе было установлено 855 камер наблюдения. Проект обошелся в 22 миллиона долларов США. В основном это деньги Китая, который в рамках ШОС предоставил в качестве долгосрочного кредита 20,9 миллиона на реализацию проекта. Отметим, что в самом Китае при помощи системы видеонаблюдения, оснащенной искусственным интеллектом, проводится политика тотального контроля над мусульманами Восточного Туркестана уже на протяжении многих лет. По мнению наблюдателей, основной целью запуска системы «Безопасный город» в 2013 году было не обеспечение безопасности жителей столицы, а установление тотального контроля над самими жителями ради обезопасивания режима Рахмона и предотвращения религиозного и политического возрождения в стране. Примечательно, что, согласно исламу, тотальная слежка за гражданами является запретной, и органы безопасности имеют право следить лишь за теми, кто вызывает обоснованные подозрения и представляет угрозу для безопасности. Так, в статье 72 проекта Исламской Конституции, которую подготовила одна из международных исламских политических партий, говорится. Статья 72. Угрозой для внутренней стабильности, которую устраняет отдел внутренней безопасности, является, отступление от ислама, бунт против государства, грабеж, насилие над личностью, нанесение телесных повреждений, убийства, унижение чести и достоинства, равно как сотрудничество с подозрительными лицами, которые шпионят в пользу неверных и врагов. Об этом же говорит и Шакирхон Домулойс Душанбе, который прокомментировал данную новость нашему каналу по телефону. Всевышний Аллах говорит в суре Аль-Худжурат И не выслеживайте, что указывает на запретность установления тотальной слежки за населением. Об этом же сообщил и посланник Аллаха, когда сказал Кто съест кусок еды, заработанной слежкой за мусульманином, Аллах накормит его таким же куском огня ада. Кто наденет какую-нибудь одежду, заработанную им слежкой за мусульманином, того Аллах облечет в такую же одежду из огня ада. Мусульмане в своем государстве на протяжении всей истории, независимо от того, какой султан находился у власти, никогда не жили при полицейском режиме, где каждый бы находился под постоянным наблюдением. Сегодня же народ Таджикистана живет под постоянным контролем. И если раньше камеры для слежки были только в мечетях, то теперь они будут повсюду. Конечно же, режим Рахмона, в существовании стабильности которого заинтересованы лишь наши враги, опасающиеся возвращения народа к своей религии, далек от богобоязненности, и притворяет в Таджикистане жесткую антиисламскую секуляристскую систему, попутно не забывая набивать нашими деньгами свои карманы и карманы своих родственников. Субтитры создавал DimaTorzok